Вирус иммунодефицита и гепатита – заразные и крайне опасные болезни, которые свирепствуют по всему земному шару. Не исключением тут стала и Россия. Печальная статистика свидетельствует – по темпам распространения ВИЧ РФ опережает все страны Европы. В России живет более 1 миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году в России умерли от СПИДа 37 тысяч человек. В среднем это 100 человек в день. По количеству новых заболеваний, и в это действительно невозможно поверить, Россия сравнима с некоторыми странами Африки. В России этот диагноз фактически закрывает перед человеком все двери. ВИЧ-позитивных не хотят брать на работу, отказывают им в выдаче ипотечных кредитов и фактически списывают со всех счетов. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации. Их стесняются, их избегают, ими брезгуют. Но тяжелые времена в России требуют отчаянных мер. И если найти пристойную работу с подобным инфекционным диагнозом практически нереально, то в армию с таким недугом тебя заберут без лишних проволочек. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Как это водится в России, первыми на фронт стали отправлять больных зэков. ЧВК «Вагнер» во главе с личным поваром Путина Пригожиным никогда не отличались избирательностью в подборе наемников. Тяжелые инфекционные заболевания для пушечного мяса, по мнению российского военного командования, не помеха. Российская ЧВК «Вагнер» начала массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и ГПТ-С. Таких больных бойцов россияне обозначают соответствующими браслетами на руках. Явление уже приобрело массовый характер. Так, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, только из одной исправительной колонии номер 5 в Ленинградской области вагнеровцы завербовали более сотни заключенных с подтвержденным диагнозом ВИЧ или ГПТ-С. Мобилизация людей, живущих с ВИЧ, абсолютно неправильная и незаконная. Мягко говоря, неправильным считают такой подход к мобилизации и другие военнослужащие РФ. Воевать плечом к плечу с помеченными больными зэками они наотрез отказываются. Не хотят иметь дело с ВИЧ-позитивными и фронтовые медики. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ. Выходит, для больных заключенных, отправленных на фронт, это билет в один конец. Пригожин, собирающий по крупицам пушечное мясо со всех колоний, даже этого не скрывает. Если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто. Мало того, что помогать таким раненым врачи не спешат, так и профилактическими медикаментами, необходимыми больным постоянно, никто снабжать несчастных на передовой даже и не думает. Увидя то, какой чудовищный дефицит и медицинских средств, и самых простых бытовых вещей, которые требуются мобилизованным людям, полное их отсутствие, то, конечно, говорить о том, что кто-то будет людям в живущем свете предоставлять терапию на линии с прививанием на фронте, это абсолютно, я думаю, нереалистично и невозможно. Получается, российские генералы убивают двух зайцев одним махом. Пополняя ряды пушечного мяса на передовой, они автоматически снижают статистику заболеваемости в России. Отправив ВИЧ-позитивных на фронт, Кремль снимает с государства дорогостоящее ермо лечения более двух миллионов россиян. Как говорится в РФ, нет человека, нет и проблемы. Ужасная реальность современной России. Продолжение следует...